Друзья, привет! С вами новости с Антоном Хардиным. Расскажу, как генерала армии отрицательно повысили в должности. Про ЧВК, про мобилизацию. Будет много всего интересного. И начнем мы, пожалуй, с новости из Татарстана. Из Татарстана пришла новость про татарстанского лидера ОПГ, которого не стало в Донбассе. В Татарстане похоронили погибшего в Донбассе лидера ОПГ Кусковский, который отбывал 23-летний срок. В 2015 году он был осужден на 23 года колонии строгого режима и, по словам его супруги Ирины, прямиком из колонии в Сыктывкаре отправился воевать в рядах ЧВК Вагна. И вот издание пишет. Хоронили Куска сегодня как героя. Его похоронили на аллее славы городского кладбища. Человек организовал преступную группировку, которая занималась самыми темными делами. Его осудили на 23 года и сейчас его хоронят как героя. И когда подобных людей возводят в ранг героев, невольно задаешься вопросом, а что у нас нет других героев? А это кадры из Бурятии. В Бурятии глава района раздал мобилизованным обереги. Считали, что у вас все хорошо было? Берегите всегда и с собой. У каждого у вас оберег. Сам глава района к мобилизованным не присоединился, но раздает убереги и говорит, чтобы у вас все хорошо было. А сам вышел из автобуса и издалека так помахал рукой. Ребят, пока. Вы держитесь там. Хорошего вам настроения. Пусть все будет хорошо. Будем надеяться, что обереги вас там защитят. Не могу не рассказать о резонансной новости, которая прилетела к нам из Приморья. Эти кадры без преувеличения облетели всю Россию и не только. Начну немножко издалека. Разные паблики с буквами Z, с буквами V, разные записки ветеранов и так далее начали рассказывать о том, что происходит полнейший трэш с людьми, которых мобилизовали. Буду просто цитировать этих людей. Хочется, чтобы на эту проблему обратили внимание и чтобы эта проблема как-то решилась. Вот в одном из пабликов пишут. Итак, сначала я подумал, что это неправда. Но когда начал получать множественные сообщения из разных регионов и от разных источников, понял, проблема реальная, ниже цитата. Мужики, вот вы наряду с другими профи на канале распинаетесь по поводу того, что необходимо. А давайте-ка тему срочно поднимать по поводу того, что все, что мобилизованные берут с собой, на сборных пунктах отбирается. Это вообще как? Это что? Примеры. Клинцы Брянской области. Это что там за нехорошие люди? Люди деньги вкладывают в свою безопасность, в то, чего на фронте не хватает, а эти шкуры тыловые мародерят в тылу. Срочно. И вот от себя вот этот автор добавляет. Слушайте, дебилы из военкоматов и мобилизационных структур. Если вы не прекратите этот бардак, я начну лично публиковать фио мародеров. Прошу всех, кто столкнулся с подобным беспределом, сообщать имена и должности тех, кто у вас забирает имущество под предлогом «не положено». Дебилов будем лечить вместе. Подобные сообщения появились не только в этом паблике, но и во многих других. Причем все это патриотические паблики, а не какие-то там иностранные, иноагентские. Но если где-то у людей что-то забирают, хотя сейчас разного рода снаряжение стоит просто конских денег, то вот в Приморе, к примеру, мобилизованным гражданам выдали ржавый автомат. Об этом сообщают разные паблики и информацию подтверждают даже пропагандисты. В том числе и Марго Симоньян. Этот пацанам танкистам такую шляпу выдали. Да, сказали, у вас танки нахуй есть. Да, нахуй вам, калаши, если у вас танки. Хуй, пострадайте, хуй. Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, чтобы вспомнили руки. Ну и то я в ахуй. Ну, вон, автоматы получаем. Вот это пистолет и выдают. Это пи*** просто. Я в аху еще просто. Смотри. И вот вроде казалось бы, а, ну чего удивительного. Но давайте попробуем копнуть проблему поглубже. Некоторые, конечно, начали сразу предполагать, что это какие-то фейки. Но, ребят, давайте посмотрим правде в глаза. У нас что в стране? Воровства нет. У нас что, в принципе, нет в стране? Абсолютно халатного отношения к каким-то вещам, причем к вещам очень важным. Разве у нас такого нет? И давайте процитирую несколько пабликов таких же патриотических. Вот, допустим, один пишет. Пацаны, прекратите истерить по поводу выдаваемых автоматов, покрытых ржавчиной. Пока то, что я увидел в присылаемых видео, ничего критичного не увидел. Все убирается при первой чистке оружия. Это металл имеет свойство ржавить, тем более, когда долго лежит на складе. Берем и чистим. Стам с таким сталкивался, когда получали оружие, срав склады. Ничего, почистили и до сих пор работаем. Но, судя по кадрам, мы видим не просто какой-то налет. Мы видим следы преступления тех людей, кто отвечает за обеспечение вот этими самыми автоматами. Что, я сейчас не прав, что ли? Это следы преступления. И люди, которые конкретно этим занимались, они должны быть привлечены к ответственности. И вот смотрите, Марго Симоньян репостнула запись у одного из военкоров. Ребят, почему я говорю, что нужно посмотреть на проблему поглубже? Сейчас есть паблики, которые пишут «А, вторая армия мира!» и так далее. Хочется ответить админам таких пабликов. Ребят, но этот случай произошел где-то в конкретном месте, в Приморье. И не нужно думать, что везде так абсолютно. Да, подобные случаи имеют место быть. Но чтобы мы говорили о повсеместном, нет, самообманом заниматься не нужно. Второй момент. Конечно же, сейчас начнут трясти тех, кто заснял эти видео, мол, что вы ноете, что вы как бабы, не нужно выносить ссоры из избы. И, возможно, этих людей начнут привлекать к какой-то ответственности. Пусть хотя бы и, не знаю, моральной. Но давайте опять же не будем себе врать. Нужно привлекать к ответственности не тех, кто эту информацию распространяет, а тех, кто занимается подобным. Потому что это самое настоящее преступление. Нужно привлекать к ответственности тех, кто подобные автоматы раздает. У каждого такого автомата действительно есть и имя, есть и фамилия. А то у нас, получается, людей воспитывают так. Ты молчи, молчи. Главное, голову не высовывай. А потом мы получаем систему, которая вся в решето. Давайте приведу вам пример на самом высоком уровне. Вот посмотрите. Очень важный, очень важный диалог. Для этого теплоизера это важная составляющая. Да, их пока в России у нас еще не выпускают. Не выпускают. Работаем в этом. Выпускают. Выпускают? Что же здесь произошло? Путин говорит. Ну, тепловизоры это очень важная составляющая. Его собеседник. Но тепловизоры у нас в России еще пока не выпускают. Путин говорит. Выпускают. А, ну, выпускают. И все, заулыбался. Вместо того, чтобы рассказать что-то на пальцах по факту. А, ну, раз Путин сказал выпускают. Ну, значит выпускают. Раз сказали схавать, значит нужно схавать. Если кто-то еще не понял, в чем заключается аналогия, то суть в том, что не нужно молчать, не нужно врать себе. А если есть какие-то проблемы, их нужно решать. Стоит сказать, что благодаря резонансу, который возник в социальных сетях, автоматы поменяли. Но давайте так. Наши пропагандисты рисуют образ какой-то великой, могучей страны, очень богатой, где люди живут хорошо, где все производится. А потом оказывается, что у нас, грубо говоря, даже трусы свои не шьют. Потом же мы удивляемся тому, что откуда берутся ржавые-то автоматы. Мы ругаем проклятую Америку, загнивающую Европу. А нужно заниматься наоборот тем, чтобы развивать свою страну. Чтобы те люди, которые живут в тех странах, наоборот, к нам хотели и к нам тянулись. И если бы мы все эти годы занимались именно развитием своей страны в положительном ключе, тогда бы из Украины, из Америки, из Европы, из других стран к нам бы тянулись, говорили, ребят, вот в России, в России вообще класс. Там и инфраструктура, там и дороги, там и работа, и производство, там и люди живут просто прекрасно, и уровень зарплат высокий, и уровень пенсии высокий. В то же время, что сделала власть? Просто-напросто фактически уничтожила свободную прессу, благодаря которой подобная информация и распространяется. И вот происходит как раз ровно то, что произошло с Путиным. Россиянам по телеку показывают, у нас ресурсы, у нас там то, у нас там все. Россияне смотрят вокруг. Ну да, раз по телевизору сказали, значит сказали. И все, как тупое стадо, верят в то, что говорят по телевизору, но не верят своим глазам. Помните советский эксперимент, где детям дают две пирамидки? А когда я поставлю две пирамидки, белую и черную, что ты скажешь? Обе белые. А ты? Обе белые. Ты? Обе белые. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька? Обе белые. Оленька? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему же ты сказала, что она белая? И со всей страной ровным счетом то же самое. По телеку говорят, Америка загнивает, а у нас вот все самое-самое. Россияне смотрят на все самое-самое. Ну, самое-самое так самое-самое. И люди не хотят быть дураками, не хотят быть какими-то изгоями в обществе и повторяют все эти мантры. Можно, конечно же, и дальше врать себе, но на вранье страну не построишь. Можно врать год, два, десять, как показывает практика, двадцать. Но что будет дальше? Теперь, что касается генерала, которого отрицательно повысили. Сообщается о том, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны Российской Федерации. В связи, как вы думаете, с чем? С переходом на другую работу, сообщили в Министерстве обороны России. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению. Шел четвертый день с начала объявления частичной мобилизации. С поста главного отловика снят замминистра обороны России. Теперь по мобилизации. Я вам рассказывал, как во многих городах страны люди вышли на митинг после объявления Путиным частичной мобилизации. В сети появилась информация о том, что в Питере, в Москве люди, которых задержали на акциях протеста, получили повестки прямо в спецприемниках. Информацию подтвердила Марго Симоньян. Да, лучше отправлять туда тех, кто не согласен, чтобы остались только согласные. Но здесь неожиданно Кадыров сделал заявление. А вот с этим заявлением уже сложно не согласиться. Кадыров предложил мобилизовать силовиков. Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием. МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, Следственный комитет. Вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллионов человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится, сообщил Кадыров. И с этим заявлением Кадырова действительно сложно не согласиться. Чтобы студентов на митингах крутить, достаточно не по 15 ОМОНовцев на одного студента, но хотя бы 3-4-5. Эти же люди получают очень даже неплохие заработные платы. Они же шли на работу, понимая, какая ответственность на них лежит. И вот пробил час. Напишите в комментариях, в данном случае согласны вы с Кадыровым или нет, чтобы вот эти все бойцы, здоровые мужики показали свою силушку богатырскую. А вот, посмотрите, лучший друг Путина, как он сам себя называет. Это Тимоти. Тимоти, который громче всех кричал про недопатриотов, про мобилизацию. Знаете, что он сделал? Он публикует из себя в запрещенной в России социальной сети с фотографиями, фоточки, как он там уже кайфует в Узбекистане. Нет, ну это, наверное, просто совпадение, что в России объявили частичную мобилизацию, и через пару дней Тимоти свалил в Узбекистан. Да-да-да, именно совпадение. Также про референдумы. Эта информация сейчас волнует многих. И глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова заявила вот о чем. Появляется много массовых сообщений в западных СМИ о том, что проведение референдумов на освобожденных территориях Херсонской и Брошской области, а также в ЛДНР, это имитация референдумов. Хотелось бы обратить внимание, что практика проведения референдумов довольно-таки широко известна в мире. Да, действительно, распространенная в мире практика проводить референдум на территории, на части которой идут сейчас боевые действия. Сам Шойгу заявлял о том, что Луганская область уже полностью контролируется, Донецкая область контролируется не полностью, то же самое Запорожская и Херсонская области, и тем не менее в этих областях проводятся референдумы. И напишите, друзья мои, в комментариях, что вы думаете вообще о проходящих референдумах, также о том, о чем я вам сегодня рассказал. Не забывайте подписаться на канал, так как это очень помогает в распространении информации. А с вами были новости с Антоном Хардиным, и я не прощаюсь.